Ну, у меня есть мечта, ну, мне как бы Господь сейчас помогает ее реализовать. Самое большое препятствие было решиться. То есть это очень трудно решиться. Я понял, что я смогу изменить свою жизнь, и у нас сейчас есть исторический шанс наконец стать той страной, о которой мы все мечтаем. Мы никому другим не нужны, у нас нет друзей, нас никто не любит. Я продал две дорогие машины, я продал квартиру, я продал бизнес. Я написал у себя в блоге о том, что все, я становлюсь сыроваром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В тот день, когда ввели санкции, это было 7 августа 2014 года, я понял, что я поменяю свою жизнь и мечтаю открывать сыроварню и ферму. В России можно производить сыры, которые производятся в Европе, но ввозить нельзя. В Белгороде ездит сейчас бульдозер на границе, который давит горгонзолу, который возят из Италии. И этот бульдозер, он мой союзник. Потому что пока он давит горгонзолу на границе, как государство меня щитом закрывает здесь от моих конкурентов, с которыми я не могу конкурировать. До введения санкций у меня был неплохой ИТ-бизнес. Потом была квартира в Подмосковье, где мы же тоже жили. Потом я нашел сыр в списке санкционных товаров. Опа! Здесь живут работники сыроварни. Большинство из них беженцы с Донецка. Это раньше было частью Украины. Сейчас там была два года назад образована Донецкая Народная Республика. Вот их флаг. Трудно себя сопоставлять с теми героями, которые воевали за Россию, за русский народ на Донбассе и погибали. Я считаю, что я здесь в тылу вкладываю небольшие усилия, которые позволяют страну нашу усилить. Сыроварня называется «Русский пармезан», потому что производство русского пармезана и русского менталера – это ее цель. К сожалению, полную копию пармезана я не могу делать. У нас очень тяжелая ситуация с молоком. И по российским санитарным нормам я не имею права поставить медный котел и в нем варить сыр. То есть пармезан, грюер, менталер – они все варятся в медных котлах. Я сейчас написал письмо в Государственную Думу Владимиру Абдулевичу Васильеву. Это просьба отменить этот запрет. Сейчас мы производим истринский сыр. На самом деле это беркеза, просто у нас люди не могут выговорить беркезой, поэтому называем его истринский сыр. Поварим лимбургер. Этот сыр очень известен, правда, даже Кушкин писал, и мы сейчас начали варить здесь его. Это моя спальня. Помещение небольшое. Здесь я сплю, но зато каждое утро, когда я просыпаюсь, я вижу макет будущей фермы, а я любуюсь на него. Вот посмотрите. коровник, сено-хранилище, когда-нибудь, может быть, будет гостиница даже, конюшня. Я каждый день смотрю на это и иду, стою, иду это реализовывать. Маленькими шажочками, зато каждый день. По ночам снится страшный сон, один и тот же. Это страшный кошмар. Я просыпаюсь, меня начинает трясти мелкой дрожью, я не знаю, что с собой поделать. Мне снится, что санкции отменили, и все. Все закончилось. Если бы Обама, Меркель, Кэмерон сказали, что санкции у вас теперь на 15 лет, я бы на следующей неделе памятник бронзовый поставил в полный рост, с головкой сыра в руках, а не втроем бы ее держали. Сейчас у меня надежды есть большие, что санкции навсегда, потому что они говорят, ну верните Крым в Украине, и тогда мы все снимем. Они не понимают, что Крым уже никто не вернет. Это невозможно. Как невозможно, как руку ногу себе отрубить. Он это не сделает. Я написал письмо к Владимиру Путину. Я, когда открывал сыроварню, моя мечта была, чтобы сюда приехал президент. Когда он решил присоединить Крым, это отголовками выливается, то, что открывается ферма, сыроварня. И у меня для него есть подарок. Я его всегда жду. Лично для него лежит головка Биаркеза. Это сыр, который он ел, когда работал в Германии, в КГБ, был разведчиком. Это магазин при сыроварне. Здесь мы продаем наши сыры, а торгует здесь моя мама. А как будет дальше, я не знаю. Может быть, завтра все закончится и все вернется опять, как было. Я это не хочу. Но я очень хочу помочь нашей стране преодолеть технологически вот это вот отсутствие технологической подготовки к этой проблеме. Поэтому я очень хочу, чтобы таких сыроварен в России было очень много. нужно всего лишь 6 тысяч таких сыроварен, которые заработают на полную мощность, для того, чтобы наконец стать той страной, о которой мы все мечтаем. О большом едином русском государстве. я не хочу, Субтитры подогнал «Симон»